дорогие друзья категорически вас приветствую у нас на канале мужики у плиты и мы встречаем у нас нашего сегодняшнего гостя который зовут максим максим просим добрый вечер уважаемые подписчики мужиков у плиты сегодня мы будем с вами готовить раков раков мы будем готовить не по стандартному рецепту по рецепту который нам предоставили наши друзья с нижней волги но дорогие друзья пока мы еще не приступаем готовки сразу хочу оговориться что максим у нас подводный охотник закоренелый и я предлагаю ну где-то минут пять экранного времени показать вам где мы были буквально еще час назад поехали поехали слушай максим но вот я принципе слышал что запрещен сейчас в зимнее время фраков нет эти могу сказать больше запрещен в нашей широте постоянно основе не только в зимний сезон круглогодично раки находится у нас под охраной государства но это не про на случай потому что мы едем на частного даем по моему другу он любезно нам разрешил поймать их для вашего благого дела ну я предлагаю посмотреть что из этого получится потому что я еще будучи человеком прагматичным захватил ружье больше и жареха дала она прыгает может еще и рюхо да прыгается слушай вообще дома ты занимаешься вот этим подводный охотник пусть наверное десять я занимаюсь этим делом вообще интересная штука затягивает процесс потому что окунаешься очень красивый подводный мир вот нет этой московской суеты спешки любуешься на все подводную красоту но сейчас у тебя получится поснимать нет вот процесс я камеру с собой взял сейчас будем смотреть какой будет прозрак я честно говоря давно тут не был надеюсь что получится надеюсь что ваши зрители увидят удивим погода огонь предвкушение хорошего зоныра и удачная охота но на раков это охота на раков это рыбалка тепленькая водичка смочить до поплевать февраль говорят давай без раков не выпущу камеру включи не забудь пошел наши тиханда а а а а а а а а Возвращается наш охотничек подводный. Ну что, выходишь? Сейчас, погодите, я попробую все свистить, что ли, как? Ну что, есть добыча-то? Да, есть чуть-чуть удалось. А что это ты ко мне спиной-то? Так, ну, хвастайся. Ничего себе. Ничего себе. Рад пятиться назад. Помочь? Ну, пачки. Ну что, куда ты меня ведешь-то? У нас пора снимать. Ну давай. Так, ну да, дальше дойдем, я тебе. Ну что, по вам пора приступать. С чего начнем? Прежде всего, нам, конечно, надо поставить в воду, чтобы она вскипила, поэтому Константин, окажешь у него так содействие? Так. Все, вода наша пошла. Пока наша вода закипает, давайте я вам расскажу немножко оба ингредиента, которые мы будем использовать при приготовлении раков. Значит, первого-наперого, как только закипит вода, мы, конечно же, туда засыпем соль. Вот, соль мы сыпем по вкусу, значит, попробовать водичку можно, чтобы все было в меру. После соли у нас пойдут семена укропа. Погоди, давай, знаете, как это определимся. Мы сейчас, на самом деле, улов взвесили, у нас получилось чуть-чуть меньше двух килограмм. Ну, вот, если просто-напросто, чтобы рецептура уже шла более-менее корректно, да, значит, на два килограмма мы взяли где-то четыре литра воды. Сколько ложек соли будешь кидать на свой вкус? Кость, я кидаю обычно немного соли, я не очень люблю пересоленый, я кидаю пару столовых ложек. Ну, то есть, четыре, условно говоря, чайных, да. Все размешиваю, пробую на вкус, если меня это устраивает, то приступаю к следующему шагу. Следующий шаг, это мы засыпаем семена укропа. Почему не свежий укроп, который мы часто видим в сетевых магазинах в продаже? Потому что сушеный укроп, ну, можно, кстати, семена укропа и сушеный укроп, в принципе, разницы особо большой не будет. Ну, вот у нас сейчас семена укропа, значит, данное растение, оно в сушеном виде более ароматно и более насыщенно, так скажем, дает подкраску продукта своим ароматом. Что у нас еще здесь есть? Так, ну, смотрите, дальше, в принципе, уже без разницы, в какую последовательность мы закидываем, я обычно закидываю потом рак. Вот, значит, закидываю рак в кипящую воду, беру я обычно, вот примерно такой вес, около двух килограмм, два зеленых яблока, разрезаю их по настроению, или пополам, или на четвертинке. И также я беру лук. Лук я режу обычно пополам. Для чего нужны яблоки и лук? Эти два ингредиента, они нужны просто для того, чтобы вытягивать на себя тину, и вот эти вот все запахи, которые, возможно, могут иметь ракообразные. Крайний ингредиент, который мы также добавляем к ракам, это перец. Вот, я обычно беру черный перец, немножко добавляю белого, ну, буквально вот в такой пропорции, по сути, и того, и того перца, наверное, полторы чайных ложки, в общем. Ну, мы по нашему обычаю разблюдовку под этим видео все пропишем. Ну, и опять-таки, я смотрю, у тебя еще и все лаврушка, да? Да, и, конечно же, лаврушка, ну, штучки три, две-три лаврушки, тоже для вкуса, для того, чтобы вкус был более насыщенный. Мы туда же добавляем этот бульон уже вместе с раками, с яблоками, с луком и с перцем. Ну, что ж, я смотрю, вода у нас уже закипает, давай, мастер-класс, просим, приступаем. Как я обещал, начинаем с добавлением воды соли, добавляем. Ну, это, понимаете, на этом же этапе ты и укроп, да, супы? Да, конечно. Как я рассказывал, с укропчиком мы добавили, дадим ему, может, вот минутку еще поболтаться тут, вот, чтобы он размяк. Начинаем забрасывать раков. Максим, ну, они должны покраснеть, прежде чем ты еблок и лук, то воткнешь, нет? Кость, нет, наоборот, это все сразу надо делать, как можно быстрее, прям сразу же. Сейчас вот раковы забросили, Миша, они даже еще не покраснели пока. Забрасываем туда яблоки. Забрасываем туда лук. Так, теперь пришла очередь лаврового листа и перца. То есть мы, по сути, получается, сразу же все ингредиенты вносим, да? Да, сейчас внесем сразу все ингредиенты. Перемешаем разочек. Накрываем крышкой, надо поймать момент закипания воды, когда под крышкой, и засекаем с этого момента 15 минут. Через 15 минут раки готовы. Но если они совсем большие, то я их готовлю 20 минут. Ну, эти раки такого размера ближе к среднему, поэтому 15 минут будет совсем достаточно. Засекаем 15 минут, и потом снимаем наши готовых раков. Ну что, 15 минут прошли, завершились. Ароматы стоят просто божественные. Я не знаю, конечно, первый раз это вот яблоко и лук я вижу в рецепте, да, раков, но... Раки красные, бьют хвостами, мы их достаем. Опа-на-на. Практически как рачи суп, Константин. Можно даже похлебочку поесть, но я не буду. Ну что, ребят, мы сейчас тогда аккуратно разложим раков на тарелочку. Глубоко уважаемые наши друзья. Вот это вот бомба, которую мы сегодня, а, выловили, б, приготовили, да еще узнали такой шикарный рецепт. Хочу сказать, Максим, огромное спасибо, что нашли время и появились у нас гостя. Всегда бы, пожалуйста, Константин. Наше домашнее пиво, наши раки. Удачи! Счастливка! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова